Всем добрый день! Меня зовут Полина, я координатор проектов Центра славянских культур, библиотеки иностранной литературы. Сегодня мы встречаемся с Иваном Беляевым, журналистом и автором первой русскоязычной биографии первого чешского президента Вацлава Гавила, которая вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Иван, здравствуйте, очень рада вас видеть. Добрый вечер, Полина, и добрый вечер всем нашим зрителям. Я хотела бы сказать перед началом, что зрители могут задавать вопросы в чате и в рубрике «Вопрос-ответ». Я их буду по ходу нашего эфира зачитывать. Надо сказать, что мы не случайно встречаемся именно 17 ноября. Дело в том, что 17 ноября – это, собственно, точка отсчета бархатной революции в Чехословакии. Именно в этот день, в 1989 году начались студенческие выступления, которые и привели, так сказать, к запуску демократических процессов, одним из инициаторов которых был Гавил. Иван, скажите, вот создавая гражданский форум, Гавил вообще предполагал, что он будет президентом? Я думаю, что и да, предполагал, и нет, наверное, до конца не верил, потому что если мы отмотаем на 31 год назад, то мы увидим, что события в Чехословакии вообще развивались медленнее, чем во многих соседних странах. Потому что мы прекрасно понимаем, что 1989 год – это уже развитие перестройки в Советском Союзе, это уже очень серьезные реформы в соседней Чехословакии Венгрии. И лето 1989 года – это уже первые почти свободные выборы в Польше, на которых значительно успеха добивается солидарность. И в то же время в Чехословакии, хотя уже даже фактически перестала существовать, перестала функционировать Берлинская стена, несмотря на это в Чехословакии по-прежнему еще удерживался к 17 ноября режим диктатуры коммунистической партии. И даже тогдашний посол США в Чехословакии писала в одном из служебных сообщений на родину, что население Чехословакии не показывает какого-то большого протестного потенциала, и она не ожидает серьезных перемен в ближайшей неделе или месяце. И фактически точкой отчета стала 17 ноября, хотя, опять же, вряд ли кто-то предполагал, что именно 17 ноября выступить в таком качестве, потому что люди собирались на какие-то достаточно большие протестные акции в принципиально важные исторические даты. Например, в августе это была очередная годовщина советского вторжения 1968 года. Важной датой было 28 октября, это день провозглашения независимости Чехословакии. Но 17 ноября в этом ряду не стояло. 17 ноября – это один из международных дней студенчества. Их в том или ином виде существует несколько разных в мире. В Чехословакии именно этот студенческий день важен, потому что он связан с протестами чехословакских студентов, чешских, в первую очередь. Против нацистских властей протектората, еще в первые годы нацистской оккупации, после которых были закрыты чешские университеты в протекторате. И этот праздник считался вполне официальным. То есть на 17 ноября было запланировано официальное, не протестное, не оппозиционное шествие молодежи. Правда, уже было известно, что часть студентов собирается пойти какой-то своей колонной, может быть, поменять маршрут, взять с собой оппозиционные лозунги. Но до конца это известно не было. Самого Гавила, например, не было в Праге. Он не собирался там никаким образом участвовать. Он вообще был у себя в загородном доме далеко от этих событий. И больше того, хотя полиция достаточно жестоко обходилась с протестующими на каких-то предыдущих больших собраниях людей, именно жестокость полиции 17 ноября по отношению к студентам подтолкнула какой-то новый виток протестов в Чехословакии. И уже после 17 ноября все пошло с какой-то головокружительной скоростью. Гавил срочно уехал в Прагу, началась студенческая забастовка, потом актеры объявили так называемую театральную забастовку. Казалось бы, что тут такого суперважного, но это тоже оказалось таким кирпичиком в процессе. И уже в первые дни после этого был созван гражданский форум. И дальше я, когда писал книгу, сам для себя сделал такой вывод, что вот эта спираль событий раскручивала сама себя. То есть очень многие вещи, которые там 17, 18, 19 ноября еще казались невообразимыми или невозможными, они становились возможными по мере развития событий. Я думаю, что там 18 ноября, 19 ноября вряд ли кто-то предполагал, что именно гражданский форум еще до конца года возьмет власть в свои руки и сможет выдвинуть президента. Но так случилось. И даже когда уже было понятно, что Густав Густав покинет свой президентский пост, даже тогда не было полной ясности, будет ли это именно Гавил. Опять же, у этого было много сопутствующих обстоятельств. Нужно было еще убедить даже не столько людей, сколько какие-то элитные группы, представители старой элиты коммунистической, в том, что они могут проголосовать за Гавила и могут сделать его президентом. Ведь, например, в Польше, где диссидентское движение было намного мощнее, чем в Чехословакии, Солидарность добивалась гораздо больших успехов. Даже там в первые месяцы не получилось сделать оппозиционера президентом. Президентом оставался довольно долго коммунистический президент Юрузельский. А в Чехословакии это случилось именно так. Поэтому Чехословакия здесь интересна именно как пример стремительного развития собой. Сначала отложенного, то есть страна скорее выделялась своей апатией на фоне соседних, зато потом все прошло очень быстро. И Гавил эту волну очень умело оседлал и встроился в ход событий. А вообще есть заслуга Гавила в том, что мы сейчас называем эту революцию бархатной, то есть по сути бескромной? Я думаю, что заслуга Гавила определенно есть, хотя большинство событий чехословакской, а потом чешской истории, показывают, что это во многом часть ментальности самого народа и часть культуры самого народа. То есть для чехов и чехи, чехословаки в целом склонность к политическому насилию не очень характерна. Даже наоборот, когда чехи спорят о своей истории, когда, может быть, даже люди других народов обсуждают чешскую историю, скорее их часто обвиняют иногда в мягкости, иногда в пораженчестве, иногда в готовности быстро уступить какой-то превосходящей силе. Но в целом мы видим, что чешская история последних веков совершенно не отмечена гражданскими войнами, какими-то кровавыми переворотами. Скорее всего, переход этой власти все равно обошелся бы без жертв, без массового кровопролития. Главная роль Гавила скорее в другом. Гавил много сделал для того, чтобы дальнейший переход этой власти был более стабильным. Мне кажется, что он с самого начала занял очень удобную позицию и с помощью своего интеллектуального авторитета вел страну по очень непростому пути, потому что сам он отнюдь не был автором или лидером реформ. Может быть, реформами занимались другие люди, в первую очередь те, кто формировал правительство. Но авторитеты Харизма Гавила очень серьезно работали на то, чтобы эти реформы проходили более мягко, более безболезненно, были лучше приняты обществу. Отчасти это потом вышло ему боком. Потом, когда шли годы, и, может быть, не все перемены в чешском обществе осчастливили людей, то некоторые имиджевые потери, опять же, пришлось принять именно ему. И многие люди именно его критиковали за какие-то свои несбывшиеся надежды, нереализовавшиеся ожидания и что-то такое. Но в этом смысле он был, да, скорее, не организационным лидером, а именно моральным и интеллектуальным. То есть, в принципе, выступал в той роли, в которой, как мне кажется, долго готовился в шоке. А какие у Гавила были отношения с католической церковью? Вот в Словакии, собственно, на протяжении всей половины XX века это такая, ну, вообще, полуподпольная, полудиссидентская структура. Но в 89-м году они все-таки поддерживают бархатную революцию. И Гавил вообще каким-то образом опирался на церковь или нет? Думаю, что Гавил сам по себе скорее нет. Но тут нужно расставить, наверное, правильно все точки над и чешское общество, и словацкое общество совершенно различные в своей религиозности. Если Словакия считалась традиционной религиозной страной, очень глубоко католической, то для Чехии весь XX век – это время постепенного снижения интереса к религии, вытеснения религии из общественной жизни. Тем не менее, в конце 80-х годов церковь играла определенную роль. Были люди, которые выступали с очень авторитетных позиций. В первую очередь мы должны назвать кардинала Франтишка Томашека, который на тот момент фактически был лидером чешских католиков. Он, разумеется, не был диссидентом и не мог им быть. Он был человеком из церковной структуры. Но уже в 89-м году он высказывался достаточно остро на политические темы, обращался к властям. Его вклад в подготовку к событию бархатной революции, его вклад в определенный политический переход, безусловно, есть. И еще до всех этих событий, внутри чехославской оппозиции, внутри хартии 77 и каких-то близких к ней структур, были люди, которые выступали с позицией, если мы можем так сказать, политического католицизма. Но я думаю, что в целом это не играло такой большой роли, как, например, в Польше. То есть мы с вкладом католической церкви в политический протест здесь сравнить не можем. В Польше это, конечно, было на совершенно другом уровне. Как вообще сейчас чехи воспринимают Гавилу? То есть как какую-то идеализированную больше политическую фигуру? Или все-таки есть что-то, за что они его критикуют? Это очень интересный вопрос, потому что если походить, погулять по социальным сетям, то можно найти множество совершенно разгромных отзывов о Гавиле подчас просто нетерпимых, уничижительных, обвиняющих Гавила в том, что он развалил полстраны, продал ее Западу, что он злоупотребил спиртными напитками, и приписывают ему множество самых разных грехов. И мне приходилось сталкиваться с мнением, что вообще простые чехи совершенно не уважают Гавила, не ценят память о нем, а вообще весь культ Гавила поддерживают только интеллигенты, интеллектуалы и так далее. Но в прошлом году вышел очень большой опрос, очень широкий, большой выборкой, репрезентативный, кого чехи считают самым успешным президентом после 1989 года. Выбор шел из трех фигур. Вацлав Гавил, Вацлав Клаус и Милаш Деман. И именно Гавил оказался на первом месте с большим отрывом. Любопытно посмотреть на распределение ответов по возрастным группам, потому что единственная возрастная группа, в которой Гавил не занял первое место, это люди старше 65 лет. Они в большинстве своем к Гавил относятся все-таки хуже. Но если смотреть дальше по всем остальным, и особенно среди молодых людей, то Гавила стоят очень высоко. Хотя понятно, что в зависимости от возраста люди обладают разным опытом. Для кого-то, для людей, которым уже хотя бы 45-50 лет, Гавил – это их политический современник. То есть они должны хорошо помнить его как политика. Если это люди, которые ближе к нам по возрасту, то для них, конечно, Гавил – это фигура фактически историческая. Человека, который они знают только уже по учебникам, книгам и статьям. Но его вклад в целом оценивается очень высоко. Другое дело, что для Чехии вообще не характерно построение культа личности. Поэтому ожидать от чехов, что они будут ставить огромные памятники, называть десятки и сотни улиц через Гавила – этого не приходится, это может произойти чуть позже. Даже самый, наверное, большой и известный объект, названный в честь Гавила – Пражский аэропорт. В целом, в повседневной жизни Чехи редко называют его Гавиловским аэропортом или что-то еще. За ним осталось его старое название. Поэтому, в целом, если еще раз попробовать суммировать ответ, претензий к Гавилу в целом как к политику достаточно много, они есть, они проговариваются, их очень легко найти, но в то же время большинство людей все-таки оценивают его скорее положительно. А как так произошло, что книга, которую вы написали, это первая русскоязычная биография Гавила? Ну, мне, как в старом анекдоте, повезло просто. Дело все в том, что я как раз впервые подумал о том, что мог бы взяться за эту книгу, когда попробовал найти на русском языке книгу о Гавиле. Оказалось, что ее не существует. И я подумал, почему бы мне не взяться за это самому. И так постепенно пришел к этой мысли, начал работать. Возможно, кстати, если бы меня вдруг опередил кто-то более известный, более маститый и наделенный какими-то учеными степенями, было бы обидно, наверное, я бы проиграл этой гонке. Кроме того, я знаю, что на русский язык когда-то должна быть переведена книга, которую написал Михаил Жантовский. Михаил Жантовский – это сейчас директор Гавиловской библиотеки в Праге. При поддержке библиотеки, кстати, книга в значительной степени и написана. Я провел там месяц на стажировке, работая в архиве. Так вот, Жантовский сейчас директор библиотеки, теперь уже в достаточно далеком прошлом соратник Гавила, работавший с ним на разных должностях. Так вот, Жантовский написал самую крупную, самую толстую, самую объемную биографию Гавила. На очень многие материалы в ней изложены, я опирался. И я почти уверен, что если бы книга была переведена на русский раньше, чем вышла моя, то, может быть, и она бы тоже подорвала издательские перспективы моего труда. Этого не случилось. Я надеюсь, в свою очередь, что теперь то, что уже существует книга НЛО, не помешает все-таки рано или поздно выпустить книгу Жантовского, потому что она, как мне кажется, очень интересна. Она наполнена материалом в большой степени. В принципе, на чешском это лучшая книга про Гавила. И я думаю, что именно как чешская книга она тоже интересна, потому что мне хотелось, работая над книгой, поместить максимально русского читателя в контекст. То есть книга наполнена большим количеством объяснений, отсылок, уточнений, которые, в принципе, чешскому читателю не нужны. Но, с другой стороны, я убирал некоторое количество информации, которая мне казалась не то чтобы лишней, наверное, лишней она бы не была, но той информации, которая бы слишком перегружала книгу или требовала бы слишком большого количества комментариев. Поэтому книга Жантовского, когда она выйдет, я надеюсь, что это когда-нибудь случится, она даст немножко другую перспективу, немножко другой взгляд. И я думаю, что в целом Гавилл – это фигура, которой не хватит одной книги на русском языке. Поэтому хотелось бы, чтобы это случилось. И кроме того, хотелось бы, чтобы когда-то у наших издателей серьезной интеллектуальной литературы дошли, скажем, руки и нашлись ресурсы доработать, довыпустить на русском языке то Гавилловское наследие, которое не вышло. С этим ситуация двойственная, потому что почти все пьесы были переведены. Где-то в начале 90-х годов они появились в печати. Не переведена одна большая пьеса. Одна большая пьеса, правда, сам Гавилл считал ее одной из своих самых слабых. Но в ней, кстати, тем не менее, есть определенный интерес. Я думаю о том, чтобы рано или поздно попробовать ее перевести, заняться этим, требует времени. Она называется «Конспираторы» или «Заговорщики». Не знаю, на каком варианте было бы правильно остановиться. И у нее достаточно любопытный сюжет. В некой воображаемой стране вскоре после революции, которая свергла некого тирана, собираются люди, представители политической элиты, силовики и начинают обсуждать, как бы им защитить завоевание революции. Им кажется, что страна так слаба, что она может снова сорваться в диктатуру. Они пытаются создать какую-то коалицию, которая бы стала гарантом свободы и демократии. Но постепенно их переговоры друг с другом вдруг обретают какую-то внутреннюю логику, которая начинает жить своей жизнью и в конечном счете подталкивает их к тому, что они сами все вместе вдруг выступают за то, чтобы диктатор вернулся, и все вместе приглашают его обратно. У Гавилла были определенные проблемы с этой пьесой. Он писал ее для британского театра, который затем, получив текст, отказался от нее. Это было не совсем то, что от него хотели. Сам Гавилл забросил пьесу, и в итоге она, как я уже сказал, из большого его драматического наследия единственная не переведена на русский язык. Все остальное вышло даже порой в двух переводах, чего, конечно, не хватает. Это большой книги, которая называется «Письма к Ольге». Это книга, которая составлена из писем, которые Гавилл писал из тюрьмы. С конца 70-х он несколько лет сидел в тюрьме. У него была возможность писать нескольким людям, ближайшим родственникам. И в первую очередь он писал, обращаясь к жене. Но жена была только формальным, номинальным адресатом. Потому что фактически он в эти письма вмещал и какие-то обращения к ней, какие-то бытовые просьбы, что ему прислать в тюрьму, или что сделать на даче, что отремонтировать дома. Но в то же время он записывал свои размышления об искусстве, философии, литературе. В меньшей степени о политике, потому что этого бы просто цензура не пропустила. Поэтому там, может быть, больше отвлеченных размышлений. Но затем при помощи своего брата он втягивал в разговор каких-то интеллектуалов, которые начинали с ним переписываться. Там есть обмен мыслями, опять же, об искусстве, литературе, театре. Эта книга в свое время на русском языке не вышла, потому что ее просто не получилось перевести. Вот есть филолог и журналист Наталья Зимянина, которая как раз в одном из издательств занималась редактурой работ Гавила. Так вот, именно с письмами Кольги возникла непреодолимая проблема. Переводчик просто с ней не справился. И в конечном счете разрешение на печать просто не было получено от права обладателя. Мне кажется, что рано или поздно было бы здорово все-таки, чтобы кто-то подошел к этой задаче. Я бы, может, мог в этом поучаствовать, но я, кстати, тоже не уверен, что я бы один справился с тем, чтобы полноценно эту книгу перевести, потому что для этого, скорее всего, нужен был бы труд нескольких людей. Посмотрим, я надеюсь. Я, наверное, скажу, собственно, почему мы вдруг начали говорить о литературе. Дело в том, что Вацлав Гавил до своей политической деятельности так активно проявлялся как творческий человек. Он и хотел стать кинорежиссером, и писал пьесы. И, собственно, Милош Форман, великий чешский режиссер, режиссер сначала Чехословацкой «Новой волны», потом «Нового Голливуда», это был его друг, они даже учились в одной школе. И вот, да, поэтому, собственно, мы об этом заговорили. У меня такой вопрос. А в Чехии ставят его пьесы сейчас? Насколько это популярно? Да, безусловно, ставят. Практически всегда в пражских театрах и в театрах других городов пьесы Гавила есть. Мне страшно не повезло. У меня один раз были билеты на спектакль, он отменился, не смог там попасть. Очень много театральным наследием занимается библиотека Ватсова Гавила, поэтому как раз в библиотеке мне посчастливилось один раз посмотреть один небольшой студенческий спектакль. Да, безусловно, они идут. Причем само время подчас, оно немножко меняет отношение к ним, потому что некоторые пьесы просто начинают по-другому звучать, начинают по-другому восприниматься. И что мне кажется обидно немножко, то, что они мало шли в России. То есть фактически за все время в России вышло 3,5 спектакля на русском языке. Причем пару раз это было прямо при прямой поддержке чешской стороны. То есть, например, я знаю, что в Хакасии, в кукольном театре шел кукольный спектакль по Гавилу, но он в значительной степени вышел именно при поддержке чехов. Я знаю, что, например, спектакль по Гавилу привозил в Россию друг Гавила, Андрей Кроп, в театре на Таганке шел спектакль, его режиссури. Он приезжал здесь, делали спектакль на русском языке. И кроме этого, буквально еще в паре театров. И очень, мне кажется, большую хорошую работу сделал актер Александр Филипенко. Он играл в Гавилу еще давно, около 30 лет назад. Он, знаю, что продолжает отрывки из некоторых пьес небольших включать в свои выступления, потому что он сейчас, как правило, работает с какими-то солями выступлениями, а не в труппе театральной. Но в целом, повторюсь, это огромное упущение. Мне кажется, что весь смысл Гавиловских пьес, их пафос, их содержание, они настолько хорошо резонируют с нашим обществом, что любая из этих пьес могла бы попасть на российскую сцену. Потому что творчество Гавила в целом драматическое можно разделить на несколько крупных частей, крупных отрезков. Первая часть, те пьесы, которые еще выходили на сцену вполне официально, еще в Чехословакии до 68-го года, они сделаны в манере, которая сплавляет в себе театр абсурда, с одной стороны, в том виде, в котором мы его знаем по пьесам Беккета или Онеста, или Пинтера, и, с другой стороны, такую социальную сатиру. Мне кажется, это очень интересно. Потом его пьесы становятся более, как мне кажется, психологичными, более личными, основанными на его личных переживаниях. Есть хорошо известная его трилогия, так называемых Ваньковок, фамилии Ванек, Фердинанд Ванек, герои этих пьес. Все эти пьесы небольшие, каждая из них на сцене могла бы длиться минут 20, 25, 30, вряд ли больше. И все они представляются в очень короткие диалоги с участием, может быть, двух-трех человек. Самая известная из них первая аудиенция, в которой подвергшийся чисткам интеллигент работает на пивном заводе. Его приглашает в себе директор этого завода. Они вместе пьют пиво, разговаривают. Потом оказывается, что директор завода находится под политическим давлением. Его заставляют писать какие-то политические донесения на этого человека. Но ему стыдно, и он хочет, чтобы человек сам писал на себя донесения и писал то, что считает нужным. Потом вторая пьеса, где фактически тот же самый персонаж, уже оказывается в другой немножко ситуации, он приходит в гости к своим друзьям, которые, в отличие от него, не ушли в подполье, не являются диссидентами, ведут совершенно другую жизнь. И они разговаривают с ним с позицией такого превосходства и материального, и психологического, и какого угодно еще. А потом Гавил попадает в тюрьму. И вот его пьесы после тюремные, они становятся, может быть, еще более психологичными, потому что в них всегда присутствует определенный надлом. Например, первая пьеса, которая вышла у Гавила после тюрьмы, в центре был персонаж, который одновременно переплавлялась в две сюжетных линии. В центре находился известный диссидент, который вел какую-то протестную деятельность, подписывал петиции. И в то же время это фактически был психологически сломанный человек, запутанный личной жизнью, уже подавленный, апатичный. И эта пьеса, мне кажется, очень интересна. Поэтому в какой бы этап творчества Гавила мы не заглянули, мне кажется, что там всегда есть что-то очень интересное. Поэтому я при каждом удобном случае об этом говорю. И сейчас скажу, дорогие режиссеры, завлиты театров, пожалуйста, перечитайте Гавила. Это, мне кажется, очень важно. И в современных наших условиях, в той реальности, в которой мы живем, мне кажется, это будет резонировать очень хорошо. А вот как вы считаете, а был какой-то такой переломный момент, когда Гавил-писатель закончился, Гавил-драматург, и начался уже Гавил-политик? Или не было такого переломного момента, и он оставался все-таки до конца жизни драматургом? Тут вот что интересно. Гавил-диссидент и Гавил-драматург сосуществовали очень хорошо. Это им не мешало. То есть Гавил мог писать протестные письма, он мог участвовать в каких-то объединениях оппозиции, он мог распространять сам издат, но в то же время работал над своими пьесами, и они появлялись. Он не смог написать пьесу в тюрьме, хотя только попав в тюрьму, думал об этом, писал на волю, что собирается в течение своего срока написать хотя бы одну пьесу. Ни одной не написал, но, с другой стороны, вынашивал замыслы. И точно известно, что как минимум одна пьеса была им задумана еще в тюрьме и написана уже на свободе. Но затем, когда он стал президентом, фактически его литературная карьера прервалась на полтора десятка лет. То есть с 89-го года и до самого конца его политических обязанностей ни одной пьесы он не создал, ни одна пьеса не вышла из-под его пера. И, насколько известно, даже не было никаких крупных набросков. То есть работа президентом поглощала его головой. Он не мог уделить даже немного времени на то, чтобы работать. Может быть, у него не было и какого-то творческого настроя. И уже потом, когда он вышел, наконец, на такую политическую пенсию, во-первых, он по-прежнему был очень серьезно загружен. Как вспоминают его друзья, в 2003 году он перестал быть президентом и с удивлением узнал, что у него стало ненамного меньше обязанностей. Обязанностей, что его по-прежнему зовут туда и сюда. Он должен куда-то ездить, выступать, общаться с людьми. При этом у него вдруг уже нет его президентской канцелярии, есть буквально пара помощников, соответственно. Он сразу загружен. И в это время вышла одна пьеса. Одна пьеса, которую он смог написать. Причем, больше того, эта пьеса является рефлексией по поводу его ухода с поста президента. Она так и называется «Уход». И главным героем пьесы является экс-президент. Человек, который находится на пенсии, каким-то образом осмысляет свое политическое прошлое, сталкивается с местью со стороны своего преемника, пытается каким-то образом выстроить свою жизнь политического пенсионера. Правда, этот человек на Гавила не очень похож. У него, казалось бы, немножко другой политический бэкграунд, что ли. Потому что если в эту пьесу вчитаться, то можно увидеть, что этот человек там был у власти лет 30 и вообще скорее был диктатором, чем демократическим президентом. Но, тем не менее, именно в эту фигуру Гавилл вкладывает определенную рефлексию по поводу своего места в жизни после президентства. Недаром в этой пьесе он использует отсылки к двум классическим произведениям «Королю Лиру» Шекспира и «Вишневому саду Чехова». То есть этот человек, главный герой пьесы, экс-президент, он выступает одновременно как король Лир, который постепенно придает его, собственно, окружение, выталкивает его из жизни, и владелец Чеховского «Вишневого сада». То есть как раз вот эти реминесценции очень важны на оба этих произведения. И, собственно, на этом все. Уже в последние годы жизни Гавилл предпринял попытки сделать фильм по этой пьесе. Это была его давняя мечта с самых юных лет. Он пытался пробиться в кино, хотел быть режиссером, сценаристом. Долгое время его не впускали в кинематограф, потом события пошли совсем по-другому, ему было не до этого. И вот он попробовал снять фильм и сделал его, но фильм большого одобрения зрительского не получил. То есть он вышел, получил какие-то отзывы, даже был номинирован на какие-то премии, но в целом скорее в зрительской массе у киносообщества осталось ощущение некоторой неловкости. То есть уже такое ощущение, что люди, скорее всего, ждали от Гавилла большего, чем он смог сделать. Поэтому получилось вот так. Диссидент и драматург жили вместе, а президента и драматург уже, к сожалению, нет. А вообще, как вы думаете, Гавилл, драматург, он был бы столь же известен, если бы не политическая деятельность Гавилла? То есть удалось бы ему стать популярным каким-то таким писателем или нет? Я думаю, что, скорее всего, мы бы с творчеством Гавилла были в той или иной степени знакомы. Наверное, его пьесы были бы все-таки переведены на русский язык. Но я сейчас просто поговорю с нашей российской перспективой, потом перейду на начальство. Были бы переведены на русский язык, но, скорее всего, мы бы знали его как одного из литераторов определенной эпохи, определенной страны. И, скорее всего, по-настоящему его бы знали люди, которые действительно серьезно интересуются именно чешской или хотя бы центральной европейской литературой. То есть, например, допустим, с именем Милана Кундеры, наверное, он бы не соперничал популярностью. Но, например, с такими писателями чешскими, как Павел Коголд или Одислав Фукс. Наверное, да. То есть, те люди, которые интересуются чешской литературой, они их знают. И я всем их рекомендую. Фукс и Коголд читайте. Вот. В значительной степени эти же рассуждения можно и на Чехию перенести. Я думаю, что Гавилл как драматург был бы известен. Но это такая задача, которую очень сложно перенести в чистое лабораторное условие. Поскольку это уже случилось, и Гавилл стал президентом, и был им 14 лет, это уже то, что не выносится за скобки. Мы можем предположить. Это влияние было слишком велико его политической деятельности. Поэтому, в любом случае, в его нынешнюю известность, его нынешний статус, его президентство привнесло слишком много. Я думаю, что без этого он был бы одним из литераторов. В Чехии достаточно известным. В России, за пределами Чехии, известным скорее людям глубоко интересующим. Вот раз уж мы говорили про русские переводы Гавила, у меня такой вопрос. А как вообще Гавилл относился к русской культуре? Вообще хорошо. Очень много можно найти каких-то связей его с русской литературой, упоминаний о ней. Еще, учась в школе, он очень любил Маяковского. И признавался своим друзьям, что, может быть, именно благодаря Маяковскому мог бы стать коммунистом. Один из его друзей хотел с ним перестать общаться на какое-то время после этого, узнав об этом. Когда Гавилл не смог поступить в институт в 50-е годы, он обдумывал возможность попробовать поехать в Советский Союз учиться. Ему казалось, что, может быть, его смогут отпустить туда, и там бы он смог подучить русский язык. И он точно писал своим друзьям, что если он поехал в Советский Союз, то он бы очень хотел посвечаться с Пастернаком и Сахматовой. То есть оба этих имени были ему известны, и оно придало большое значение этим людям. Потом, начиная как минимум с его работы драматургом, работы в театре, всегда для него очень важна оставалась фигура Чехова. Фигура Чехова... Я уже говорил о том, что для последнего пьесы «Уход в Вишневый сад» является очень важной составляющей частью. Ну, например, еще совсем молодым он работал ассистентом известного чешского режиссера, Альфреда Радека. Работал ассистентом при постановке «Шведской спички» Чехова. А Радек вообще очень много занимался инсценировками русской литературы в чешских театрах. И, например, от Гавилла остались его заметки по поводу «Шведской спички». То есть можно почитать, что он думает по поводу Чехова, по поводу его каких-то литературных особенностей, как режиссеру работать с этим текстом. И есть, наверное, примеров можно было бы еще много привести, но мне кажется, интересными два примера, оба связаны с тюрьмой. Во-первых, в тюремных письмах Гавилла можно найти упоминание Валентина Распутина. Вот писатель, который попался ему в тюремной библиотеке, он читал Распутина, «Прощание с матерой» совершенно точно. И ему очень понравилось. Он писал друзьям, что на него произвело большое впечатление, особенно этот экологический пафос, который был у Распутина. И что еще более интересно, два фильма советских, которые он упоминает, опять же, в письмах из тюрьмы. Во-первых, это фильм «Табор уходит в небо», но он пишет о нем в значительной степени под влиянием биографических каких-то деталей, потому что его, прошу прощения, любовница Анна Каголотова была цыганкой. Она, например, приехала из Югославия, в Чехословакию, и его интерес к цыганской теме в таборе, уходящем в небо, он был проектован во многом этим. Но что еще более интересно, и он посвящает несколько абзацев письма, фильму Марка Захарова «Тот самый Минхаузен». Вот «Тот самый Минхаузен» производит на него просто потрясающее впечатление, пишет о том, что это очень прекрасно написанный сценарий, прекрасно сыгранный фильм с яркими характерами, с очень таким колоритным персонажем в центре. Он восхищается Минхаузеном в исполнении Янковского, пишет о том, что это такой образ бунтаря, мечтателя, диссидента. Вот. Для него произвели огромное впечатление. В целом, если еще поперебирать, то можно найти еще какие-то упоминания, цитаты, ссылки, но в целом для него тогда русская литература была важна и значительна. Просто еще спрашиваю, потому что вот все-таки имя Масарика, например, тоже такая важная фигура в истории Чехии, первый президент Чехословакии. Его имя ассоциируется с Россией, потому что он очень много рефлексировал на русскую тему, много писал о России. Вот. Поэтому просто интересно было бы так сравнить. У меня еще такой вопрос. Когда вы писали книгу, вы встречались с какими-то современниками Габила, то есть с людьми, которые его лично знали? Или вы больше делали акцент на все-таки архивной теме? Еще задолго до самой идеи книги я был неплохо знаком с человеком, который работал в его администрации. Его зовут Павел Фишер. Несколько лет назад он занял третье место на выборах президента Чехии, а сейчас является председателем комитета по внешней политике в Сенате. Он работал в политическом отделе администрации Габила, и он курировал ту журналистскую стипендию, которую я получил в 2013 году. При его помощи, при его поддержке у нас была возможность тогда пообщаться с бывшим министром национальных дел Чехии Карлом Шварценбергом, который тоже работал вместе с Габилом. Потом была мимолетная возможность повстречаться с братом и вдовой Габила. Уже потом, работая в библиотеке, приехав на стажировку в библиотеку, я общался с большим количеством людей, которые Габила знали, потому что их в библиотеке много. То есть директор библиотеки Михаил Жантовский работал с Габилом, директор архива библиотеки, человек, который больше всего мне помогал в работе с книгой Мартин Видлок, он работал в пресс-службе Габила. Анна Фрейманова, человек, который именно театроведческой частью занимается, она знала Габила много лет, и она была его литературным агентом. Муж Анны Фреймановой был одним из ближайших друзей Габила, ставил его пьесы, это Андрей Кроп, которого я упоминал, который привозил спектакль Габила на Таганку. Благодаря вот Анне Фреймановой мы смогли пообщаться с Андреем Кропом. Поэтому определенный контакт был, но скорее он играл не только второстепенную роль, скорее благодаря этим разговорам я для себя что-то уточнял, что-то пришлифовывал, что-то проверял, а в целом, конечно, больше опирался на источники, и я эту работу воспринимал как журналистку. Как журналистку я не историк, но мне кажется, что журналистский подход здесь вполне возможен. Я видел это так, то есть погрузиться в тему самому, разобраться в ней, и потом мало-мальски доступно рассказать об этом другим людям. Ну и в целом вроде бы это получилось. Я вот как раз хотела вас спросить, что все-таки мне кажется, что когда человек решает написать книгу о какой-то исторической личности, должна быть какая-то вещь, которая его, наверное, восхищает в этой личности, и которая помогает, ну так сказать, не потерять интерес на протяжении работы над книгой. Было ли у вас что-то такое, вот какая-то черта, которая действительно вас восхищала и поддерживала этот интерес, или это все-таки в большей степени был такой интерес спортивный, что вот есть пробел в русской литературе, который нужно закрыть, и вот вы берете на себя эту миссию? Я думаю, такой спортивный интерес был. Нельзя его сбрасывать с участов. Что касается Гавилла, то меня, наверное, поддерживали две вещи. Во-первых, то, что я, я надеюсь, у меня получилось, старался смотреть на него не как на такого рода икону, то есть мне не хотелось написать «Житие святого», не хотелось писать какую-то, значит, полную восторгу в книгу, то есть мне, наоборот, очень часто хотелось соблюсти определенную дистанцию, там вот эти на два шага в сторону, показать его с разных сторон, дать слово критикам Гавилла, то есть людям, которые критиковали бы разные его поступки и политические взгляды. И вот в этой работе для меня Гавилл раскрывался по-разному и не всегда даже был симпатичен как человек, то есть в нем есть те вещи, которые мне вот лично, личный мой колокольник, кажутся совершенно неприемлемыми, ну, например, его отношения с женщинами и его там супружеская мораль, например, изменял своим женам, и это ужасно совершенно. Но в то же время я понимал, что в первую очередь он интересен не этим, в первую очередь он интересен как писатель, как диссидент, как политик. И вот здесь, наверное, вторая вещь, которая мне не давала никак охладеть Гавиллу, именно вот эта многоплановость. То есть, когда я работал над этой книгой, я не работал над книгой исключительно о писателе или исключительно о диссиденте или о политике. Фактически мне приходилось переходить с одной темы на другую, отматывать там на 100 лет назад, на 80 лет назад, рассказать какие-то страницы чешской истории уже там 20-30-х годов, что-то рассказать о литературе чешской 50-х, 60-х, о кино, потом о диссидентском движении, потом о революциях, потом о политических процессах 90-х годов и уже 21-го века вплоть до расширения Евросоюза или вступления Чехии в НАТО, взаимоотношений Гавила с Россией, с Ельциным, с Путиным. Вот это все не давало остыть, потому что все время я понимал, насколько многоплановая личность передо мной. И поэтому я даже не знаю, есть ли вот еще какой-то человек, который бы занял такую же позицию, выбирающую так много сразу. Можно было в одной и той же книге начать с Масарика и закончить Путиным. Не знаю. Наверное, у меня последний вопрос. Просто отойдем чуть-чуть в сторону от Гавила в конце. Вы в одном из интервью на радио говорили, что Чехии и чешскому региону очень мало времени уделяется в исторической литературе, да и вообще в литературе. И я действительно это понимаю, потому что я сама историк-бокемист и на мой вкус даже соседке Чехии и Польши уделяется гораздо больше времени и внимания. Причем насчет Чехии там речь даже не идет о чешском Средневековье, ладно, бог с ним, а о 20 веке, который настолько рядом, настолько близко и настолько с нами резонирует, да, с советской историей, с российской историей. А почему так происходит? Как вы думаете? Я начну с того, что этот вопрос мучает меня самого, поэтому я могу только догадками своими поделиться, готового ответа у меня нет. Мне кажется, есть несколько возможных причин. Кто-то, видимо, ошибочно считает, что это не так важно, ну, там, подумаешь, маленькая страна где-то от нас уже теперь достаточно далеко, не так это, допустим, интересно. А кроме того, не так много людей готовых во все это пуститься, потому что нужно же знать язык. Нужно знать язык. И хотя у нас далеко не один университет в стране вроде бы выпускает людей, знающих чешский язык, но не все, видимо, готовы к этому поступиться. Поэтому есть люди, работающие над какими-то книгами, есть переводчики. Вот я знаю, что если говорить именно о книгах, недавно вышла русская биография Густава Гусака. И написала Валентина Марьина, ей же принадлежит биография Эдварда Бенеша. Сейчас из-под ее пера вышло две книги о чехославатских президентах. Я думаю, что какие-то другие фигуры заслуживают того, чтобы о них говорили, заслуживают того, чтобы о них писали. Например, в Чехии совсем недавно вышла большая биография Милана Кундеры. Причем о ней много спорят. Есть те, кто считают, что она проливает новый свет на Кундеру, есть те, кто считают, что автор пишет о Кундере не совсем этично и не совсем корректно, особенно о его именно прошлом в Чехословакии. Вот мне кажется, что Кундер настолько известен и узнаваем, что какая-то биографическая книга о нем точно могла увидеть. какие-то политические вещи, сама по себе бархатная революция, сам по себе развал Чехословакии, раздел Чехословакии. То есть о каждом из этих событий можно было написать или хотя бы перевести какую-то книгу. То есть у меня на примете есть, наверное, даже не одна книга, которую я может быть, засучив рукава, когда-нибудь взялся бы переводить. Часто думаю о том, чтобы, если бы было чуть больше свободного времени, взяться за книгу историка Яна Тессаржа, которая называется «Мюнхенский комплекс». И посвящена Мюнхенскому сговору 1938 года. Эта книга в значительной степени разрушает тот миф, который вокруг Мюнхена складывался в самой Чехословакии на протяжении нескольких десятилетий. Она все эти события рассматривает очень критично в первую очередь изнутри самой Чехии и Чехословакии. Мне кажется, что в России, где очень много спорят о Мюнхене и говорят об этих событиях, эта книга была бы очень интересна, поэтому, может быть, когда-нибудь я до этого дойду. Так или иначе, сама проблема никуда не исчезает, книг мало и могло бы быть больше на любую тему. я думаю, что Чехия однозначно заслуживает. Поэтому, если нас слушают будущие энтузиасты, то пускай они присоединяются к нашим усилиям и помогают нам. Иван, большое вам спасибо за интересную беседу, было безумно приятно с вами пообщаться, желаю вам творческих успехов, надеюсь, встретимся в Центре славянских культур уже, так сказать, в очном оффлайн-режиме с новой вашей книгой, которую вы либо напишете, либо переведете. Очень рада, что вы пришли к нам в гости. Напоминаю, что с нами сегодня был Иван Беляев, журналист и автор первой русскоязычной биографии Вацлава Гавила. Желаю всем нашим зрителям здоровья, конечно же, читайте книгу и до новых встреч. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok